Добрый вечер! Меня зовут Вера Давыдова. Хотела поблагодарить предыдущую выступающую. Мне очень понравилось. Спасибо! Ты правда молодец. Я здесь первый раз выступаю, поэтому, как говорится, не следите строго. Начну с дно. Жизнь, куда ты летишь и зачем нас меняешь? Дети так не хотят становиться большими. Встречи с самыми близкими стали случайными. Свои старые мысли стали смешными. Не заметили сами, как повзрослели и как стали другими, чужими людьми. Мы ведь большего раньше чего-то хотели. Мы ведь больше и раньше что-то могли. Эти тусы, гулянки и стереотипы приближают твой мрачный, безвестный конец. Ты хотела стать частью культурной элиты, а в итоге в машине с друзьями пьешь лет. И стихи стали хуже, и проза банальней. И вокруг стало больше фальшивых людей. Раньше пусть не считали тебя идеальной, но и влезть не стремились с тобой в постель. Тебе врут, и ты врешь. Вы играете в прятки. Пригодились уроки старого папы. Ты умеешь сливаться с их антуражем и вшьешь свою руку в мохнатые лапы. Пробудись, оглянись, ты об этом мечтала? Ради этого стоило столько ползти. Может, стоит опять посмотреть на начало, чтобы вспомнить, куда ты хотела дойти? Помнишь, ты говорила, никогда не прогнусь под чужие желания и интересы. Почему же теперь ты меняешь свой курс с головой, погружаясь в дурные замесы? Посмотри в их глаза. Они верят в тебя. Им не видно, что жизнь не в ту сторону бежит. Они ждут от тебя золотого дождя. Их нельзя подводить. Дала слово. Держи. Мы должны добиваться, чего мы хотели. Жизнь одна. Ее нужно достойно прожить. И когда тебя вновь раскачают качели, ты надсорься на небо и крепче держись. Спасибо. Приезжай на вокзал, только после заката. Я сегодня одна, на мне черные туфли. Три звезды отель. Ты записал где-то адрес, и мы снимем там номер и съедем под утро. Нам обоим нужны эти редкие встречи, где твои генераторы жгут мои трубы. Я реву в твой пиджак, и мне чуточку легче. А случайный прохожий заметит, как глупо. У нас нету с тобой ни друзей, ни приятелей, и мы люди потерянные в этом городе. И, наверное, зря только время потратили. Я жалею об этом. Но все было здорово. Мы как Марла и Тайлер, только лучше одеты. Мы как Нэнси и Сидно, немного милее. Только мы рвем рубашки и жжем сигареты. Не бывает нам чьим-то дурацким косплеем. У нас нет перспектив. У нас есть литр водки. Мы крадем из шкафов твоих старых соседей, и их дочь опускает белесые бровки. Я уверена, скоро она от вас съедет. Нелегальные деньги сливают в офшор. Мне не важно. Я пьяная, ты со мной рядом. Ты всю ночь мне прошедши, что все хорошо, а ведь это и будет лучшей наградой. У всего есть свой срок. Мы закончимся скоро. Мы застелим постель и выкинем мусор, и на наши места придет кто-то новый. Я все знала, но все-таки чуточку грустно. Но сегодня еще не закрыли трактир. И у нас твоим денег на комнату хватит. Значит, ночью опять я придумаю мир, где ты будешь как Карлес, а я буду как Габи. Спасибо. У меня как по времени еще есть? Заключительность. Я как раз так раз вам почитаю. Спасибо, спасибо. Как приятно. Хорошо, тогда буду покороче читать. Сейчас. Ты разве не видишь? Она же плоская. На стене ВКонтакте цитаты из Бродского, трек-условный рефлекс водорожной Насти, фото выпеченной филейной части, ногти под синим дешевым лаком, сделанная в сельском салоне укладка, купленная на рынке короткая юбка, леопардовый топ и спортивная сумка. Ты разве не видишь? Она же пресная. Тебе эстетус мне неинтересна. Я видела, как ты зеваешь в клубе, когда она тянет к себе свои губы. Ты стыдишься знакомить ее с друзьями. Ты не шлешь ее фото своей маме. А она все приходит. Бегут дни и недели. Вот ты сам и повесил себе хомут на шею. Спасибо. Ты заключительная. Есть еще время? Да, заключительная. Последняя. Хорошо. Вот так, как последняя. Я такое позволю себе старое прочитать. Злое не было. Спасибо. Вы все дружно ждете моего провала. Вы меня жалеете? Да нет, не надо. В азбуке жизни безумного света я еще стану. И альфа, и бета. Доберусь до вершины, чтоб взглянуть на вас вниз. Своё яркое соло сыграю на бис. А вы так и останетесь продажными шапками. Вставайте на задние лапы и тявкайте. И ваша псевдолюбовь мне совсем не нужна. Может быть, не царица, но хотя бы княжна. Подошвы-кроссовка топчу вашу ложь. Вы мной наиграли. Всё, хватит, хорош. И без разрешения я выйду на сцену. Оркестр разыграет еще мою телу. А ты не равняй мои силы к нулю. Молчи и вникай, пока я говорю. Спасибо большое за внимание. Правда, понравилось. Хотела бы еще сказать, поздравить с вами. В последок. С такой хорошей датой. И всех остальных тоже поздравить. Потому что мероприятие состоит и из участников тоже. Желаю, чтобы всё это дальше продолжалось. В таком же духе. Новых побед, новых начинаний. Новых открытий. Спасибо. Девечка, добра, добра. Спасибо. Это была Дера Добыдова.